так ребята всем привет решил буквально пару пару слов записать о зарядном устройстве для катушек лонгзи десе для электричек суть вопроса в том что катушка в принципе не нуждается в зарядке когда мы рыбачим скажем так обычной рыбалкой там веса примерно грамм 15 если бросаем метров на 50 там то зарядка не нужно в принципе никогда но если ваши рыбалки в основном ультралайтовые или большей части они ультралайтовые катушка позволяет работать с ультралайтовыми приманками и если вы рыбачить этом на маленьких рычушках ваши забросы на коротке то соответственно время вращения шпули короткая и катушка может вот эта часть ее электронная именно кнопка звуковые сигналы они также потребляют энергию и поэтому для них нужна зарядка потому что для для работы тормозов катушка на забросе сама вырабатывает энергию и тут никаких не нужно нам зарядных устройств но для того чтобы можно было подключить к приложению bluetooth чтоб работал чтобы кнопочка светилась разными огоньками чтобы она включалась функционировала работала звуки чтобы кого-то издавала кнопка при нажатии для этого нужна энергия если мы будем рыбачить на ультралайтовых приманках на коротких дистанциях то за этого заряда может не хватать то есть он будет всегда на минималках когда заряд находится в минимальном скажем так состоянии на минимальном уровне то катушка сама отключает звуки и света звуковые сигналы то есть вы поймете что если у вас пропали звуки допустим кнопку переключаешь и нету звуков это значит что катушка где-то экономит энергию принципе тогда можно ее подзарядить для того чтобы катушку подзарядить выпускается в комплекте с катушкой зарядное устройство вот она в такой коробочке что это такое это смотрите это что-то типа power банка с циферблатом и кнопкой есть шнур для зарядки этого блока зарядного ну здесь указаны параметры то есть можно подобрать блок но по сути дела я такой как обычный телефон заряжаем открываем крышку здесь находится видите такой черненький цилиндрик он вращается на моторчике что-то за цилиндрик это это то же самое что наш пули вот магниты тут тут на самом деле 4 магнита это не просто черненький цилиндр это 4 магнитика 4 кусочка север-юг север-юг то есть он чередуется полярностью точно так точно так и здесь вот 4 магнитика разнополярные и когда мы включаем вот это сердцевина крутится это сердцевина крутится на циферблате горит число допустим данном случае 60 это значит что 60 процентов заряда в самой вот в этой штучке да вот и она работает циклично она циклично то есть она поработала покрутила отпустила успокоилась поработала успокоилась остановилась поработала остановилась фактически имитирует заброс заброс значит здесь когда мы нажимаем кнопочку сейчас обратите внимание когда кнопочку нажму будет светиться сначала 0505 это значит пять минут это время вы можете включить на пять минут и пойти заниматься своими делами катушка будет заряжаться на течение пяти минут если катушка разряжена сильно вы это знаете то вторым нажатием кнопки включится цифра 10 это значит что этот зарядный блок будет работать 10 минут без перерыва без вашего присмотра и потом отключится отключится полностью смотрите нажимаю 0505 видите второй раз 10 вот смотрите 055 минут второй раз 10 третий раз выключили подсоединяем нашу боковую крышку блоком до упора никакого щелчка же здесь не будет просто до упора подсоединяем плотненько включаем крышечку принципе наверно можно и не включать давайте попробуем нажимаем заряд будет идти но катушка не показывает никаких сигналов ничего не показывает не лампочка не моргает я предлагаю включить ее так и начинаем заряд когда она когда она разряжется разряжена будет моргать красная лампочка в данном случае катушка у меня заряжена она как видите моргает зеленым светом зеленым цветом значит катушка заряжена полностью хотя нет видите красным моргает красным моргает значит все таки берет еще заряд после того как она зарядит зарядиться полностью вот эта красная лампочка переключится на зеленую значит катушка будет заряжена полностью синенький моргает это значит когда она находится в режиме мастер включена периодически показывает в каком режиме она находится можно периодически самостоятельно отключать ее с какой-то паузой потом заново включать вот видите она теперь моргает зеленым а нет еще красным все моргает зелененьким значит заряжена полностью можно катушку отсоединяться и пользоваться в общем то на самом деле все просто принципе заряд можно еще проверить и через приложение подключить катушку приложению но это уже как это делается я показывал предыдущем видео подключить к приложению и приложение укажет какой степени заряда находится катушка совсем не обязательно всегда держать ее стопроцентной зарядки катушки когда она может быть главное чтобы было чуть чуть больше 50 процентов потому что когда катушка разряжена меньше 50 процентов то она тогда сама начинает экономить энергию отключая если вас это не напрягает то и не заморачивайтесь для работы тормозов вообще зарядка не нужна то есть зарядка нужна только тогда когда вы часто подключаетесь к приложению соответственно идет большой расход энергии ну и когда рыбачите на маленьких реках с ультралайтовыми приманками тогда попросту идет слабый заряд вот маленькая приманка на короткой дистанции не способна быстро качественно зарядить вот собственно говоря и все обычные приманки там 10-15 грамм будут заряжать вашу катушку без проблем вот такие дела спасибо что смотрели до новых встреч пока пока значит я в описании оставлю ссылочку на российского представителя на территории компании на территории россии это компания hybo russia hybo россия значит они являются официальным представителем по их информации в мае уже должны появиться первая партия этих катушек так что обращайтесь кому интересно оставлю также в описании ссылку на нашу группу вконтакте и на нашу группу в telegram в общем то если есть вопросы обращайтесь я уже пользуюсь достаточно долго катушкой доволен доволен меня есть еще и обычная версия обычная катушка на обычных тормозах магнитных ей я пользуюсь меньше потому что мне как-то больше диссишка зашла вот но это это в принципе катушки сами по себе они вот редукторная часть что в обычной что у диссишки они одинаковые рама тоже одинаково отличие только в шпуле и боковой крышки боковую крышку вместе со шпулей можно переставить в обычную и соответственно с обычной можно переставить сюда что еще могу добавить значит мыльницы компании лонзи считаются более мощными у них главная пара бронзовая а вот бочонки считаются более ультралайтовыми и даже ультралайтовыми ну пожалуй все пока